Добрый день! С вами История одной вещи и Вадим Карелин. А говорить мы сегодня будем о фреске из Кносского дворца, возраста примерно второго тысячелетия до нашей эры. И называется эта фреска «Танцы с быком». Загадочное изображение, на котором юноши и девушки перепрыгивают через огромного быка. Это «Тавракатапсия», ритуальные игры с быком. Для нас совершенно непонятная сцена, и прежде чем ее объяснить, я прочитаю описание этой сцены из романа Ивана Ефремова «На краю Айкмена». Бык с разгону промчался до края поляны, повернулся и устремился на людей. Вперед выступили сразу пять человек, трое юношей и две девушки. Прежняя игра повелась в более быстром темпе. Бык, хрипя, стопотом бросался на отвлекавших его криками и ударами в ладоши молодых людей. А те перепрыгивали через него, вскакивали ему на спину, на мгновение прижимались к нему сбоку, ловко избегая страшных рогов. Одна из девушек ухитрилась сесть верхом прямо на шею быка, впереди вспухлой мощной холки. Глаза животного вылезли из орбит. Пена заклубилась на морде. Опуская голову, почти упираясь носом в землю, бык старался сбросить бесстрашную наездницу. Она откидывалась назад, цепляясь за холку, закинутыми назад руками, выпиралась ногами в основание ушей. Продержавшись несколько секунд, девушка спрыгнула на землю. Надо сказать, что мы с вами знаем достаточно уродливого брата этой игры, а это Корида. Надо немножко объяснить суть этой сцены. Во-первых, почему бык? Почему юноши и девушки перепрыгивают именно через быка? Ну, многие из вас наверняка знают, что критомикенская цивилизация относится к так называемой эре быка, астрологической эре быка, и потому многие мифы, связанные с ней, имеют быка как главный действующий персонаж. Действительно, Зевс, сам Зевс явился в образе быка к Европе и к финийкийской царевне Европе и увез ее на Крит. Посейдон отправил Миносу, царю Крита, прекрасного белого быка. Именно он стал отцом будущего Минотавра, чудовища, который участвует дальше в мифе. Почему с быком играют? Здесь не совсем обычное отношение к понятию игра. Сегодня игра – это соревнование, и сегодня, играя, мы соревнуемся друг с другом. То есть наша задача – победить, выиграть. Обязательно должен быть кто-то главный. В традиционном, в том древнем понимании игры, в ней не должно было быть победителя человека над человеком. Человек сражался с самим собой, и, выходя на игру, он пытался преодолеть самого себя, а эта победа посвящалась богам, в данном случае верховному богу, представавшему в образе быка. И, по сути дела, эта игра, на которой юноши и девушки демонстрировали свои самые лучшие особенности, она была жертвоприношением. Это было священное действие, к которому готовились, которое долго репетировали, тренировали, делали упражнения на макетах, прежде чем выйти к настоящему огромному свирепому быку и с легкостью, силой, гибкостью, упорством, с мужеством, с реакцией, с взаимодействием продемонстрировать, что человек может справляться с самой стихийной силой природы. Эта реплика, эти ритуальные игры, этот танец с быком, в каком-то смысле напоминает нам, что в каждом из нас есть потенциалы, как у тех юношей и девушек, которые мы можем развить, которые мы можем превратить в добродетели, которые могут быть пробуждены во славу того, ради чего живем, чему служим, что для нас является аналогом священного в этом мире. И в заключение, конечно, хочется напомнить, что эта реплика может стать вашей, что эта реплика продается, вы можете ее купить. И такое напоминание о древней прекрасной традиции может быть у вас дома.